Девушки отдыхают 2 сентября 43-го года, вечером, эшелон прибыл на заброшенный полустанок. В память врезалась одна надпись. Черные большие буквы на белоснежном фоне. Написано было «Собибор». Я, Шубаев, Розенфельд зашли за угол барака. Оттуда был виден третий сектор, где находились газовые камеры. В это время мы услышали страшный детский крик. «Мама». Мы не могли смотреть в глаза друг к другу. Нам было стыдно за собственное бессилие. У всех в голове была только одна мысль. Не просто бежать, спасая собственную жизнь, а уничтожить всех этих гадов. Нам нужен был не просто побег. Нам нужен был бунт. Бастали. Бежать надо всем, уничтожив предварительно немецких офицеров поодиночке. И быстро. У фашистов полетели камни, в глаза им бросали песок, и все бежали, бежали к лесу. Но до леса многие не дотянули. Большей части узников удалось вырваться на свободу. В этом едином порыве объединились евреи Россия и Польша, Голландия и Франция, Чехия и Германия. Мы знали свою судьбу. Мы знали, что находимся в лагере для уничтожения, и что наше будущее – смерть. Мы не мечтали о свободе. Мы хотели просто уничтожить этот лагерь. Мы предпочитали смерть от пули, чем от газа. Мы не хотели облегчать немцам наше уничтожение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok